Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. Здесь говорится о том, как организовывались повозки и валы для левитов, приношения для скиний, как они совершались от вождей разных колен. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли двенадцать начальников израилевых, главы семейств их, начальники колен, заведавшие исчислением, и представили приношения своих пред Господа. Шесть крытых повозок и двенадцать валов. По одной повозке от двух начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ пред скиний собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. Две повозки и четырех валов отдал сынам Герсоновым, по роду служб их. И четыре повозки и восемь валов отдал сынам Мираринам, по роду служб их, под надзором Эфамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что службы их носить святилища на плечах они должны носить. То есть все те, которые что-то перевозили, могли не только носить на плечах, но и просто складывать, как-то везти, они получили повозки. А самое святое перевозилось таким образом, естественно, оно, точнее, переносилось. Вот это семейство сынов Каафовых, они не доверяли это повозкам, они переносили на своих плечах. Здесь мы видим усердие богатых людей, потому что вот эти дары, повозки, как бы сейчас сказали бы, автотранспорт в подарок для церкви, дают люди с достатком. Это вожди своих племен, колен, колен израилевых. Моисей принимает это, но принимает не для себя, а распределяет, исходя из того, у кого какая служба, смотря по роду службы их. То есть никто не получает ничего в частное пользование, смотря по роду службы их получают. И перечисляется, кто сколько получает, и говорится о том, кто ничего не получает, потому что их служение более ответственное, они должны были носить на плечах своих те святыни, которые им доверяли. Далее говорится о приношениях для скинии. Эти приношения приносили вожди, эти же самые вожди, колен. «И принесли начальники жертвы освящение жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое преджертвенник. И сказал Господь Моисею по одному начальнику в день, пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». Ну, для примера, посмотрим одно приношение. Тут каждое колено приносит. «В первый день принес приношение свое на сон сына Минодавов из колена Иудина». Колено Иудина – это царское колено. Поэтому у них первенство. «В приношении его было одно серебряное блюдо весом 130 сикелей, одна серебряная чаша 70 сикелей по сикелю священному, наполненное пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сикелей, то есть одна золотая кадильница ценой в 10 сикелей, наполненное курением, то есть готовое для приношения. «Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев – вот приношение на сона сына Минодавова». Далее приносят второй день это Нафанаил, колено Иссахарова, третий день сыны Завулоновы, четвертый – Рувимовы, пятый – Симеоновы, шестой – Гадовы, седьмой – Ефремовы, и подобный состав приношений как и в первом случае приносит колено Иудина. Мы опускаем чтение, потому что здесь многое совпадает. И в окончании всех этих приношений от двенадцати колен – это уже 84 стих сказано. «Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его двенадцать серебряных блюд, двенадцать серебряных чаш, двенадцать золотых кадильниц, по сто тридцать сикелей серебра в каждом блюде и по семьдесят в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах две тысячи четыреста сикелей по сикелю священному». Сикель священный – это с неким довесом. «Золотых кадильниц, наполненных курением, двенадцать. В каждой кадильнице по десять сикелей, по сикелю священному. Всего золота в кадильницах сто двадцать сикелей, во всесожжение всего двенадцать тельцов из скота крупного, двенадцать овнов, двенадцать однолетних агнцев и при них хлебное приношение, и в жертву за грех двенадцать козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота двадцать четыре тельца, шестьдесят овнов, шестьдесят однолетних козлов, шестьдесят однолетних агнцев без порока, вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. То есть это был большой такой праздник с огромным приношением. И последняя тема в этой главе – голос Господа над Ковчегом Откровения. Когда Моисей входил в Скинию собрание, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над Ковчегом Откровения между двух херувимов, и он говорил ему. То есть когда он входил в Скинию собрание, крышка на Ковчеге, там изображение двух херувимов, и вот там, где их крылья соединялись, вот отсюда звучал голос Бога, вот из этого пространства, между этими двумя изображениями. Таким образом, мы видим, что священные изображения никак не препятствуют общаться с Богом, а даже, напротив, они обозначают место, откуда Господь собеседует с человеком, чтобы он знал направление для поклонения и проявлял особую богобоязненность, подходя к этому месту. Итак, мы окончили чтение, просмотр седьмой головы книги «Чисел». Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать восьмую главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых лекциях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!